Привет, народ! Наконец-то снимаем долгожданный ролик, мини-осмотр новой найденной машины и сравнение работы двух компаний по автоподбору в Петербурге. Поехали! Для начала, какие были требования к подбору? Бюджет до 600 тысяч, один либо два владельца, пробег до 100, ну автомат, естественно, не бита, не крашена, и от 2011 года. Но какие машины мы рассматривали? Сначала смотрели Рио, Солярис, потому что они были бы достаточно свеженькие за этот бюджет. Смотрелись третий Сид, но Наде он не понравился, потому что ей было неудобно сидеть. В какой-то момент даже посмотрели Гранд Витару, но за этот бюджет как бы свежих машин не было, были там 8-9 года и с огромными пробегами. Пытались найти Церата Купе, но с этим тоже проблемы, потому что огромные пробеги, машин мало. В какой-то момент Надя позвонила мне и сказала, я хочу Калину. Я говорю, Зай, ты не хочешь Калину? Она говорит, нет, ну смотри, какая прикольная машина, давай купим Калину. Я говорю, Зай, давай мы съездим в автосалон, Лады, ты сядешь и поймешь, что ты не хочешь Калину. В общем, мы решили, что она не хочет Калину, не в обиду владельцам Калин. И в итоге мы взяли вот этот вот оранжевый кубик. Волею случая Надя посидела в Соуле и сказала, вот прям мое, прям хочу, мне так нравится посадка, так нравится машина внутри. До этого мы ее вообще не смотрели, потому что она говорила, ну что за хрень, как она выглядит каким-то кубиком. Ну действительно такой самобытный достаточно дизайн. Но вот понравилось сидеть внутри, решили искать. Сначала было очень сложно его найти, потому что Надя выставила довольно-таки жестокие требования, жесткие прям, я бы сказал. Она хотела именно красный салон, дизель и черный снаружи. Естественно, таких машин в городе не было, была одна, с четырьмя владельцами и каким-то космическим пробегом. Естественно, она сразу же отпала. И покатавшись какое-то время на метро, Надя поняла, что в принципе цвет салона автомобиля это не самое главное. И согласилась, что в принципе и черный салон тоже подойдет. Нашли вот эту машинку, она у нас 11-го года, один владелец, вся в родном окрасе, пробег 96000, четырехступенчатый автомат. Давайте посмотрим, что у нас в салоне по комплектации. Так, что у нас тут по комплектации? У нас кожаный руль, кстати, не так сильно стер, как на Шкоде, но при этом кнопки стерлись быстрее, чем на Шкоде. Управление магнитолой, блютуз с голосовым управлением, кстати, робот с очень смешным акцентом, мы потом это тоже запишем. Однозонный климат-контроль, кондиционер, естественно, задний парктроник. Здесь, в отличие от Шкоды, есть USB. И подстаканнички здесь поудобнее. Естественно, весь электропакет, электрорегулировка зеркал и обогрев, все стеклоподъемники, но Kia почему-то решила, что автоматические стеклоподъемники есть только у водителя и только вниз. А все остальные автоматические вроде как и не нужны. Но Kia, видимо, виднее. В топовых комплектациях, ну хотя вот не знаю, возможно уже в более поздних версиях, здесь сверху у нас еще сабвуфер стоит. Ну, тут у нас просто ниша, куда можно что-нибудь закинуть. Сабвуфера нет. Но, в принципе, музычка играет неплохо. Пластик, естественно, конечно, дубовый. Ну, не бизнес класс. Ну, смотрите, что по езде. В принципе, она на маленькой скорости довольно-таки шустренькая. То есть вот именно в городе как бы нормально. По трассе, да, по трассе где-то. На Каде ей уже не хватает. Уже все-таки четырехступенчатый автомат. С двенадцатого года, кстати, сейчас стеклопа начали ставить. И вот эта ее аэродинамическая форма кубика не способствует. На количество лошадей, там, сто двадцать шесть, по-моему, не способствует, конечно, хорошей динамики. Но и, в принципе, этого и не надо. Вот как городская машинка очень даже удобненько. Сидишь высоко. Прямо хорошо. Рядом с нами тут становился X5 и прям почти на одном уровне стоим. Только он в X5, а он в X4. Обзор вообще прекрасный. Лопухи и зеркал здоровые. Если у вас мало опыта и вы рассматриваете себе покупку первой машины, то вы к Солу присмотритесь. Парковаться будет удобно. Потому что машина кончается практически сразу же за задней дверью. Обзор хороший. Что еще надо? Высоко. Об поребрики, об сугробы зимой. Бампера не поцарапайте. Ну, смотря какие поребрики, конечно. Но по большей части все будет хорошо. Хотя нет, даже на маленькой скорости, конечно, с включенным климатом она... Ну, нет. Ну, в городе вот нормально. Вот в городе нормально. Если никуда не спешить, просто вот передвигаться, то хорошо. Комфортненько. Хотя, конечно, вот подвеска, она такая жестковатая. И это у нас здесь еще 16-е колеса стоят. Сейчас на новые 18-е ставятся. Я не знаю, что там с людьми происходит, когда они на ямы заезжают. Потому что здесь вам-то через камеру это, понятно, не ощущается. Но когда мы заезжаем в ямки, оно довольно-таки ощутимо. Да, кстати, до этого у Нади была Рио точно такого же оранжевого цвета. Поэтому сейчас у нас появилась шутка, что просто Рио подросла. Просто подросла и превратилась в Сол. Точно такого же оранжевого цвета. Нет, такого же. Ну, почти так. Вот сейчас мы немножко по яму проедем. Не знаю, будет это или не будет, как меня потряхивает. Здесь мы немножко объедем. Я отъезжаю. Не, ну, конечно, не такая жесткая подвеска, как какой-нибудь шестой Мазди. Само собой. Но все-таки, учитывая, что машина высокая, колеса такие дутые. Хотелось бы чего-то более мягкого. Но в повороты на ней, конечно, входить надо аккуратнее. Потому что она легкая, она высокая. И немножко жопу подстаскивает. Либо аккуратно входите, либо мешок с песком бросьте в багажник. Чтобы потяжелее было. Ну, руль тут, кстати, довольно-таки легкий и совсем не информативный. Прям в этом плане не хорошо. Можно привыкнуть, но тоже надо быть аккуратнее. Еще у этой машины есть очень бесполезная, но красивая функция. КОНЕЦ Также ее можно включить и без музыки, чтобы она не под басы это делала. И тогда она просто будет менять цвет. Бесполезно, но очень прикольно. Ну, обзор, естественно, на машину я делать полноценный не буду. Потому что вы все это уже видели. Но, кто не видел, я покажу вам размеры багажника Kia Soul. Ну, вот такой вот довольно-таки посредственный багажник. Это у нас, кстати, колхоз. Это было сделано первой владелицей. И под ней у нас вот такая вот замечательная ниша, под которой у нас находится запаска и инструменты. Но, если вам надо багажник побольше, то всегда можно сложить сидушки задние. И, в принципе, получится довольно-таки большое пространство. По салону есть еще несколько косячков в плане царапин на пластике. И в некоторых местах довольно-таки сильных. Видимо, первый владелец был не особо аккуратен. Что странно, потому что владельцем была девушка. Так, что касается сравнения автоподборов. За подбор Skoda мы заплатили 13,5 тысяч рублей. За подбор Solo заплатили 15 тысяч рублей. Разница небольшая, но плюсик в сторону моего подбора. По проверке, в плане технического и юридического, тут полнейший паритет. И там, и там поднимают на подъемник, проверяют на все ошибки, все смотрят, все проверяют, все хорошо. Вопросов нет ни к тем, ни к другим. А вот последний пунктик. Это все-таки плюс, и я считаю, что плюс большой, в пользу Надиного подбора. Потому что, как я уже говорил в первом видео, мой подбор мне приходилось постоянно подпинывать. Мне приходилось скидывать им объявления, говорить, посмотрите то, посмотрите это. Отчеты как такового они мне не скидывали. Просто писали, ну мы эту машину посмотрели, мы бы ее не рекомендовали. У Нади все было не так. Подпинывать не приходилось. Скидывали прям досконально все фотографии, прям кучу-кучу фотографий. Каждый элемент отфоткают, всю краску проверят, и все это сфотографируют, все отправят, все выложат. То есть в этом плане, конечно, поприятнее. Если бы я сейчас задумался, где заказать автоподбор, я бы, наверное, переплатил эти полторы тысячи, но заказал там же, где мы заказывали соул. Рекламировать никого не буду. Опять же, если кому-то интересная информация, то пишите в личные сообщения, всем отвечу. Еще два момента. Во-первых, если вы воспользуетесь автоподбором, и он вам не понравился, вас где-то обманули, вы хотите рассказать об этом, хотите предупредить других людей, пишите мне, я с удовольствием приеду, отцнимем материал, все это выложим. То же самое касается, если наоборот, подбор вам очень понравился, и вы тоже хотите порекомендовать, главное, чтобы это не была реклама, то тоже можем все это отснять. И второй момент. Канал, как таковой, не будет посвящен именно автомобилям. Да, в нем будут они периодически мелькать, в нем будут все доработки Шкоды моей, весь ее тюнинг, но полноценно это не канал про автомобили. Тут будет гораздо больше тем, они будут разные, кому-то понравится больше, кому-то меньше. Сейчас как раз мы готовим материал из трех-четырех видео, на совершенно другую тему, вы посмотрите. Я надеюсь, вы отпишетесь в комментариях, насколько вам это будет интересно. Ну, как-то так. Надеюсь, видео было вам интересно. Ставьте лайк, делитесь видео с друзьями, подписывайтесь обязательно на канал, оставляйте свои комментарии. Всем удачи! Вызов! Вызов! Скажите по номеру или по контакту. По контакту. Пожалуйста, произнесите имя контакта. Сестренка! Извините! Сестренка! Извините! Мама! Вызвать! Мамуса! Скажите подтвердить для продолжения... Отмена! Это не та мама! Или отмена! 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 Вот такой вот забавный робот в соуле. Вызвать! Вызвать! Скажите по номеру или по контакту. По контакту. Пожалуйста, произнесите имя контакта. Любимый! Вызвать! Любимый! Скажите подтвердить для продолжения... Или скажите возврат или отмена. Подтвердить. Выполняется набор. Ура!